В музее Пластова открылась необычная выставка. Пожалуй, впервые ульяновцы могут увидеть несколько портретов женщин семьи Пластовых. Ее автор Юрий Панцирев, живописец, лауреат Пластовской премии. Он знает о семье Пластовых не понаслышке. Почти 45 лет Юрий Николаевич дружит с Николаем Николаевичем Пластовым. В одном из интервью Николай Николаевич сказал, что вы идете вместе по жизни с 1973 года. Как состоялось ваше знакомство? Крайне просто. Мы в один год с ним поступили в институт в Суриковске. До этого мы друг друга не знали никак. Я не знал семью Пластов, я не знал Ульяновск в принципе, потому что я жил в Владимирскую область, такое небольшое городишко Камешково. И, собственно говоря, вот этот институт у нас... Мы с первого курса как-то стали с ним садиться за одну парту на лекциях, да, хотя в разных мастерских мы с ним были. И вот, ну, сдружились, это просто, знаете, необъяснимо почему, да. Просто вот сблизились близко, хотя мы абсолютно с ним разные. Он же меланхолик, а я довольно такой, это самое, энергичный. Еще больше сблизила друзей подготовка работ Аркадия Пластова к большой выставке в Манеже. Надо было оформить несколько тысяч работ. Конечно, осилить такой объем сами Пластовы не могли. В совместной работе Юрий Панцирев сдружился и с отцом Николая Пластова, Николаем Аркадьевичем. И когда в 1979 году пришло время распределения выпускников, Пластов-старший предложил поехать Юрию Николаевичу в Ульяновск. Я в первые годы так и жил, собственно, практически все время у Пластов. Мы все эти сельские работа, они же летом приезжали. Начинался у нас и сенокос, весь у них тогда еще короба. Вы помогали прямо? Нет, просто помогали. Мы все вместе, вот мы жили одной жизнью. Коля, я, Николай Аркадьевич. Зимой это мы с Колей огромное количество дров запасали, калории, чтобы протопить. У них же все эти мастерские, квартиры, это шесть печек, шесть печек, к тому же даже большая изба, протопить все это надо, поэтому много. В общем, физически было, мы пахали. Особое место в жизни Юрия Панцирева заняли женщины семьи Пластовых. Елена Николаевна Пластова-холодилина. Жена Николая Аркадьевича была для нашего героя как вторая мать. На выставке есть ее портрет, где она в красивом парадном платье и хрустальных бусах. Именно так, по словам художника, она одевалась по большим праздникам. В повседневной жизни на ней были кухни и огород. Только в редкие часы она могла посвятить себя творчеству. Она очень любила Николая Аркадьевича. Она даже, когда Николай Аркадьевич был совсем плохой, она просто говорит, как я буду без него жить. Я не смогу без него жить. Она была не только при нем. Она слушалась его во всем. Он был человек довольно непредсказуемый в чем-то. Пожалуй, главной женщиной семьи Пластовых была нянька Николая Аркадьевича, а потом и Николая Николаевича, баба Катя. Ей Юрий Николаевич посвятил несколько картин. Одну из них, где нянька готовит свои знаменитые пироги, можно тоже увидеть на выставке. Ну, сама по себе, как уникальная женщина, она неграмотная, да, но хитренькая. Она такая хитренькая. Она их всегда спасала, когда кто-то к ним ненужные приходят. Ну, мы-то всегда знали, у нее там и Аркадьевич, говорю, она делала вот такую губу. А Аркадь Николая Аркадьевича нет, он уехал там в поле. Мы по этой губе всегда видели, когда нянька врет. И это все, ну, такое. Ее в деревне все очень уважали. Всего на выставке представлено 12 работ мастера. Среди них есть пейзажи, написанные в Преслонихе. Есть и автопортрет самого художника, портреты его жены и дочерей. Все желающие смогут посетить выставку и познакомиться с работами художника до 15 сентября. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.